Музейный комплекс Новый Иерусалим Называется Шагал между небом и землей И я сейчас представлю своих гостей Разговор у нас сегодня будет веселый Я вот в этом уверена, во-первых Итак, у меня в гостях Екатерина Селезнева Куратор проекта Постоянно приглашен эксперт в комитете Марка Шагала в Париже Василий Кузнецов Директор музейно-выставочного комплекса Новый Иерусалим Здравствуйте И вот сейчас с особым трепетом представляю еще Моих гостей Это внучки Марка Шагала Это Белла Мэйр Искусствовед, флорист Вот еще раз мне написали Внучка художника, да, внучка И вторая внучка, сестра Мэрот Мэйр Создатель комитета Марка Шагала, между прочим Выставка Задам все-таки сразу первый вопрос куратору Раз уж Вот есть тут у нас люди, к сожалению Которые еще пока до выставки не доехали До Нового Иерусалима Вот так Но читали уже, что выставка абсолютно уникальная В чем же ее уникальность? Кроме того, что просто очень много работ Вы знаете, уникальность любого проекта связана с уникальностью того, кому этот проект посвящен И если это не дутая величина, не дутый авторитет То таким образом и проект сразу становится интересным А я понимаю, что Марк Шагал не нуждается ни в каких дополнительных рекомендациях или аттестациях Понятно, что это великий художник Понятно, что он прожил очень долгую жизнь Что его творчество огромное И что никакая, даже самая большая выставка Не может полно рассказать о том, что он делал в жизни Потому что всю свою жизнь он совершенствовался и учился Если он начал со скромных рисунков и со скромных живописных работ Потом это все шло вот как в музыке Крещенда, все дальше, все больше И когда он переехал во Францию То ему стало интересно заниматься еще и керамикой И витражами, и гобеленами, и мозаиками Все, что вы перечисляете, будет все, да? Ну, вы знаете, конечно, вот в этот раз, я надеюсь, что все-таки он не последний в моей жизни Я побоялась просто попросить керамику, мозаики, естественно Вы понимаете, они-то находятся там, где есть витражи, там, где есть Но три великолепных, роскошных гобелена мы привезли Благодаря, конечно, очень такому сердечному Я даже не сказала бы дружескому Очень сердечному расположению к этому проекту наших замечательных двух женщин Беллы и Мерет Когда к вам обратились с просьбой предоставить что-то для выставки Что вы вообще вот узнали про выставку? Что вам рассказали про эту выставку? Какой будет она? Мы узнали, что в России еще раз состоится выставка и для нас Это была замечательная новость Нам дали зеленый свет Мы тут же сказали, что мы будем всеми силами помогать организации этой выставки А потом мы узнали, что выставка состоится в музее Новый Иерусалим И для нас это стало такой фантастической, как бы это сформулировать Возможностью Возможностью, да Что-то очень особенное И, конечно, это вызвало у нас огромное любопытство Само понимание, что Шагал окажется в этой атмосфере Для нас это было великим счастьем И нам очень понравилось Нам очень понравилось Потому что Шагал выставляется в такой потрясающей атмосфере Это наполнило нас радостью Конечно, Шагал стал большим классиком И так же, как в литературе, когда мы читаем «Мертвые души» Гоголя Или которые Шагал, вы тоже знаете, иллюстрировал и любил Или читаем «Льва Толстого» Это очень зависит, в какой период нашей жизни мы это читаем Потому что, когда мы совсем молоды, мы видим одно Мы видим любовь, мы видим отношения, мы видим счастье Когда у нас появляются дети, мы читаем или воспринимаем совершенно другое И так как, действительно, у Шагала была огромная жизнь У него есть размышления на все темы, которые интересуют людей Просто может быть в разные периоды его жизни И именно поэтому так интересно высвечивать это в тех или иных проектах Мне очень нравится то, о чем вы говорите Что литература, поэзия и то, как мы воспринимаем различные произведения, меняется Вы говорили о работах нашего дедушки Что он начинал с очень простых произведений И как постепенно через музыку, внутреннюю музыку Нарастал этот накал, крешендо И как будто складывалось более мощное произведение Все органы чувства оказались задействованными И именно поэтому мне очень нравится эта выставка Очень духовная идея этого пространства между Невом и Землей Когда вы это воплощаете В пространстве музея Новый Иерусалим Который, конечно, его история увязана с историей монастыря И таким образом вы помогаете нам понять, что духовность Это что-то, что нас всех объединяет Вот эта вот божественная частичка, которая есть в каждом из нас Она есть и внутри, и вовне Но восприять мы ее можем, почувствовать и понять, осмыслить Если мы готовы к этому восприятию Именно поэтому эта выставка настолько отличается от того, что, возможно, мы видели раньше Выставки, которая проходила в Москве несколько лет назад, в частности Здесь все создано и представлено с такой душой, с такой любовью Это духовность Духовность любви, духовность пространства Себя Создание, произведение Технологий Всего Это вас полностью там окружает Спасибо вам за это Потому что, конечно, чем больше ты вживаешься в этот материал Тем больше тебе хочется об этом рассказать Потому что, действительно, вдруг ты понимаешь, что вот это еще ты хотел бы рассказать в деталях Показать в деталях И, собственно, мне кажется, интерес этой выставки именно в том, что там можно показать в деталях Как работает художник, что иногда эта легкость, это просто легкость мастера, легкость гения А за ней стоит огромный, огромный, огромный труд Потому что, если бы меня, наверное, спросили, о чем эта выставка, вот в одном слове Я бы сказала, что эта выставка о качестве О качестве Потому что, вы помните, конечно, чудесное интервью Шагала, данное в 1971 году Где он сказал, что качество жизни определяет качество работы Что человек, когда он счастлив Он счастлив тогда, когда ему удается как следует работать И что нужно работать не на 90%, а на 400% И что вот это и есть показатель того, что жизнь удалась И, может быть, в этом и есть как раз залог его такой долгой жизни и такой креативной Творческой жизни очень долгой Потому что, в том-то и дело, что он оставался до конца, он оставался именно в таком творческом тонусе Мне кажется Я бы все-таки вот хотела спросить, Василий, мы, конечно, все следим за музейной паристикой Вашего музейного комплекса И, на самом деле, большое вам спасибо, прекрасные выставки Тем не менее, как вот вы так дошли до Шагала? Ну, на самом деле, я хочу сказать, что принимать выставку Шагала в Новом Иерусалиме Для нас очень, конечно, большая ответственность Потому что Новый Иерусалим — это то, что когда-то в 17 веке, мы говорим, поменяло историю страны И развернуло ее на 180 градусов Сегодня рядом у нас новый большой комплекс Это тоже уникальное явление, что это не в городе, это за городом Московской области Огромный музей, большой музей, который сегодня тоже, наверное, в свою очередь С точки зрения культуры делает большие разворота И, конечно, когда мы говорили о том, что у нас за программа Много проектов было сделано И в какой-то момент мы подошли, что мы к своим художникам, к выбору художников Это все новаторы Шагала, мы прекрасно знаем, что он тоже в какой-то мере новатор Большой новатор И Новый Иерусалим — это, по сути, гений мест И вот все наши художники И уже такой проект, международный проект, который, наверное, сегодня беспрецедентно Для того, что это проходит не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Московской области Конечно, это большая ответственность И я надеюсь, что он станет тоже такой отправной точкой И он нам откроет, и уже открыл новые ориентиры Потому что благодаря такому сотрудничеству, благодаря поддержке Такому очень серьезной работе от Екатерины Леонидовны, поддержке внучек Мы открываем для себя новые перспективы Да, это вопросы площадки, которые сегодня становятся такой европейской площадкой И мы вынуждены получать документы по безопасности По другим вещам, которые сегодня нужно, чтобы принять коллекции такого уровня Коллекции национальных музеев Франции И, конечно, это открывает перспективы Потому что музей дальше уже будет смотреть совершенно И будет иметь другие возможности Я знаю, что участвуют несколько музеев Ну, как обычно, в большой выставке, конечно, произведение из нескольких музеев В том числе и из Витебска, безусловно, да? Что у вас вот из Витебска? Я потому что знаю, что там есть коллекция, в общем, графики Там нет живописных работ в городе Ну, я хочу на часть, а потом хотела бы, чтобы продолжили Мерета Белла Потому что для нас очень важно Витебск поддержать Потому что... Ой, я с вами абсолютно согласна Понимаете, это музей, который живет, ну, несмотря ни на что У него очень скромный бюджет У него очень преданные сотрудники За все время существования музея этого Они не смогли сами ничего приобрести Но им люди дарят И дарят очень хорошие вещи И они это все собирают И они участвуют в том числе и в международных проектах И нам кажется, что это очень важно Потому что мы понимаем, что город Витебск Приобрел мировую известность благодаря Марку Захаровичу Шагалу Конечно И поэтому место Витебска на любой выставке, посвященной этому мастеру Должно быть зарезервировано Витебский музей Шагала, как Катя только что сказала Он очень хорошо организован У них самая лучшая библиотека собрана А по Марку Шагалу во всем мире Такого нету Это дар одного человека И несколько людей Помогли восстановлению С оформлением картин 300 картин у них содержатся в безупречном состоянии Этические нормы, которым придерживается музей Они постоянно организуют дни Шагала на каждую годовщину И несколько раз мы ездили Участвовали уже в организации пяти выставок в Беларуси И мы надеемся, что скоро состоит следующая выставка Мы максимально поддерживаем все проекты Витебского музея И делаем это с большой радостью Уже на протяжении более 20 лет Это наше сотрудничество Уже длится много лет И для нас это очень особые отношения Да, я была в Витебске в музее Была буквально весной Несколько месяцев назад И была в мемориальном музее В доме на Покровской улице Была в музее, о котором мы сейчас говорим О центре Шагала И меня, если честно, вы говорите Меня тоже потряс уровень того Если честно, я ожидала Более скромного А вот библиотека И те выставки Там была прекрасная выставка Посвященная религиозной графике Она была совершенно Будет ли вот здесь религиозная графика Я прочитала, что есть религиозная графика Будет, будет И мы отбирали как раз то, что мы не можем найти здесь Потому что действительно очень хотелось Представить эскизы К витражам синагоги в Хадасе И эти эскизы мы смогли получить Благодаря заступничеству наших гостей На нашу выставку Но вот такой цельный вид Эти замечательные именно литографии Мы получили из Белоруссии Все 12 колен там представлены И это, безусловно, выставка очень дополняет И еще мы там у них кое-что попросили Поэтому, да, я думаю, что люди не будут разочарованы Потому что, как я говорила, это выставка о качестве И это заключается еще в том, что человек не очень сведущий, скажем Это же, простите, потолок Да, можно я, пока вы рассказываете Мы его видите, все не выпускаем из этого, потому что мы его любим Вот, человек, который придет Пока вы рассказываете, я попробую показать Да, пожалуйста, который придет на выставку Он не всегда даже сразу поймет Перед ним пастель или это гравюра Перед ним гуашь Или это афорт Потому что Шагал действительно был потрясающим технологом И очень разборчивым в выборе средств и методов И, конечно, и витебские работы Они тоже играют на это расширение понимания о том, что происходит Кто придумывал такое название выставки? Спрошу я у директора музея Ну, так-так-так Какие-то, я понимаю, слова здесь На самом деле было несколько вариантов И было такое очень достаточно Оно не просто рождалось И мы понимали, что это основа И от нее будет и архитектура, и уже концепция Но я так понимаю, что коллеги у нас Большую работу, конечно, проделывает Выставочный отдел нашей службы Которые занимаются музеем И вот с Екатериной Леонидовной Я так понимаю, что это была очень серьезная работа И вот в итоге был Иерусалим Иерусалим шагал Библией Шагал Библией То, что мне казалось, прямо вот в точку бьет Но как-то решили, что, может быть, это сужает Или, может быть, это... Ну да, может быть, без нотации Зритель подумает, что это исключительно какая-то религиозная Да, и нам, конечно, важно, чтобы как можно больше публики увидело То, что мы сегодня привезли И, конечно, тут еще коллеги, которые занимаются и продвижением Они тоже понимали, что предлагали свои варианты Но в итоге вот консолидирована такая большая группа Которая работала с Екатериной Леонидовной Вот Екатерина Леонидовна поддержала, что это название Между небом и землей Сама же предложила и потом сама же поддержала Потом мы говорили всегда два Иерусалима Наш же, когда Никон задумывал в 17 веке Это небесный Иерусалим, а тот Иерусалим земной Потому что воскресенские соборы Это строилось с того Иерусалима в 17 веке Конечно, мы понимаем, что вот эти мосты Между религией, культурой И они, конечно, вот в этом месте, наверное, это название Оно приходится вот как раз Потому что еще музей находится на территории русской Палестины Исторически Поэтому вот здесь нам показалось, что это то, что нужно В этом каталоге еще есть письма, которые раньше не публиковались И это же тоже какая-то уникальная история, как я понимаю, да? Ну, это действительно благодаря семье Потому что вы понимаете, что письма хранятся в семье И они готовятся к публикации Но просто нам казалось так важно Здесь опубликовать одно раннее письмо Беллы 1912 года Потому что я совершенно убеждена, что три очень важных слова есть В лексиконе Шагала Это любовь, краска и химия И любовь – это, конечно, слово, которое связано с Беллой И связано с их жизнью Потому что она очень много рассуждала о любви Причем рассуждала не по-детски и не по-женски Рассуждала как философ И иногда я даже думаю, что вот ее огромные письма Которые она писала ему в Париж И она, их скопилось вот прямо на роман А Марк отвечал иногда очень коротко Я просто думаю, что он даже, может быть, в то время Не всегда знал, вот что на это можно ответить Потому что это действительно очень глубокие рассуждения И ты диву даешься, когда думаешь о том, что там 20-летняя девушка Вот может так серьезно относиться к жизни К месту человека, к природе Там тоже ты найдешь очень много рассуждений Которые не потеряли своей актуальности и сегодня А второе письмо, я его особенно люблю Потому что оно как раз написано Когда они уже почти 25 лет вместе 24 года Это письмо 1939 года Которое Шагал написал, находясь вот в местечке Межев И оно было написано в дождливое воскресенье И он пишет там о том Что Белла, я тебя прошу Расскажи, напиши Какой ты была маленькой Какой ты была, когда ты сама себя не знала Что мне это очень интересно Что какие были твои родители Что уж если я о своей детской жизни написал То ты-то уж, ты-то можешь как написать Потому что он про себя, он пишет, он считает, что он заика Что вот слова, литература, как он пишет с большой буквы Это не его как бы стезя Но книга-то читается Просто посадишься и все И ты не можешь оторваться Вот он ее просто прямо вынуждает Написать книгу И ведь она ее написала Это вот «Зажженные огни» Или как сейчас принято говорить «Горящие огни» Она написала ее в 1939 году Но это письмо еще Ты понимаешь, что это письмо Действительно вот двух людей Которые уже давным-давно одно целое Никаких там двух половинок нет Там есть одно целое И он ей пишет, ты курица Если я написал свою детскую жизнь То, мол, считаешь себя заикой То как же ты? Ты вот напиши свою фильму Вот, и когда ты напишешь Я тебе буду давать тему И ты будешь мне писать И я тебе подарю конфету Которую ты сама себе купила Твой муж, петух, муська То есть это же, понимаете Но это просто вот уже фильм Это ты все понимаешь, как эти люди живут И она же это сделала И сделала для него И вдруг оказалось Что когда она в 1944 году умерла Что это просто вот ее Такой последний дар ему Последнее подношение И в первой главе, которая называется «Наследие» Она ему пишет «Мой милый и верный друг» Я понимаю, что Витя Для тебя значит даже больше, чем для меня Но то, что у меня не получилось сказать словами Я понимаю, что ты поймешь И он это понял И он сделал к этой книге иллюстрации И у нас будет на выставке эта книга И в тачскрин мы поместили эти иллюстрации Которые, ну, потрясающие совершенно И мне кажется, что вот это все Какие-то грани Которые этой выставке Придают еще дополнительное тепло Потому что это тепло отношений Вот как раз хотела спросить Если уж мы заговорили про детство Каково было ваше детство? Как вот жить в семье? Ну, осененной такой историей Осененной таким вдохновением и любовью Мы близняшки Но мы по-разному проживали наше детство Я на самом деле даже не задумывалась об этом Мне казалось, что все это абсолютно нормально Дедушка пишет картины Мы это наблюдали Его картины висели у нас на стенах И все как будто так и должно быть у всех И мне это очень нравилось Я всегда мечтала Они всегда заставляли меня фантазировать Я не то чтобы вглядывалась в них Но я как бы мечтала, глядя на них Я растворялась в мечтах И мне очень нравилось А дальше, когда я чуть-чуть подросла Мне было 8, может быть, 9 лет Я осмелилась заходить в гостиницу Где висели другие картины Мы как-то время не очень много проводили в гостиной Если у нас не было гостей И там были более масштабные работы И я заходила И с восхищением рассматривала их Либо с нашей бабушкой Разговаривала, мы ее даже не знали Она умерла за 10 лет до нашего рождения Но моя мама обожала ее И постоянно нам рассказывала О нашей бабушке И для нас она играла большую важную роль В нашей жизни Я пыталась понять Какой она была Кем она была Или как мне строить свою жизнь Поскольку наш дедушка Который, конечно же, с нами делился Своей любовью к ней Очень много, без конца Рассказывал о ней И каждую секунду Я наслаждалась его рассказами И я понимаю теперь Что он рассказывал с нами о ней Потому что хотел, чтобы мы нашли свой путь Свой путь в жизни Найти себя Найти наш идеал Как он это называл Конечно, ребенком для меня Эти слова ничего не значили Я не понимала Я до сих пор в поиске На самом деле Для меня это все было удивительно Вот так я проживала все это Вот это для меня был дом Для меня все было так же естественно Как и для Беллы У меня никогда не складывалось ощущение Что это что-то особенное Нас всегда окружали картины Думала, что у всех такие дедушки Ну как у других на стенах Висят фотографии Родственников Или Домов детства Но я очень хорошо помню Что Картины со мной разговаривали Даже больше, чем люди И каждый раз Я Понимала, что картины Меняются Трансформируются Такое ощущение Во всяком случае У меня складывалось У меня создавалось ощущение Что они живут своей жизнью Что это не просто Картинки Изображения Что Они переживают за меня Что-то у меня Спрашивают Взаимодействуют Со мной Каким-то образом Во всяком случае Такое ощущение У меня складывалось Возможно Так Зарождалось Мое ощущение Того Что Картины Эволюционируют Трансформируются Они Не являются статичными Они Постоянно меняются И восприятие картины Может меняться В зависимости от Вашего настроения Может быть Вы испытываете Грусть Или радость А вот Каком бы состоянии Вы не были Вы по-разному Будете воспринимать Эти картины И картина Вам ответит Я хотела Вас еще спросить Мират Вот Вы Вы возглавляете Комитет Как я понимаю Марка Шагала Понятно Что Комитет Наверное Занимается Какой-то Популяризацией Хотя уж Мне кажется Популяризацией Ну уж Вот Чем еще занимается Комитет Какая работа ведется Комитет Марка Шагала Радуется тому Что Марк Шагал Становится все более Популярным Конечно же Но Это не наша Главная Задача Напротив Наша задача Защищать И оберегать Работы Марка Шагала Регулярно Четыре-пять Раз в год Мы встречаемся И проводим Анализ Работа На Аутентичность После изучения Работ Мы либо Выдаем Сертификат Аутентичности Либо нет Вот Это наша Основная Задача Проводить исследования Проводить архивные исследования Если необходимо Поддерживать Общение Корреспонденцию Вести Обмениваться письмами И оценивать Аутентичность Работа Я должна сказать Что Мирет Конечно Очень скромный Человек Но я понимаю Что она Один из самых Крупных Специалистов По творчеству Марка Шагала Она этим Занимается 24 часа В сутки Как говорит Белла И это Очень важно Потому что Это очень Серьезная Научная работа Которую Начал ее отец Составивший Огромный И до сих пор Очень важный И ценный Труд Это каталог Розане Марка Шагала Но он был составлен В 1962 году И после этого Еще сколько Было сделано И вот Систематизация Творчества Шагала И действительно Отделение Если можно сказать Зерен от плевел Потому что Шагал Наверное Один из самых Подделываемых Художников Да Хотел отдельно Поднять эту тему Это очень Серьезный И очень тяжелый Труд И конечно Люди Которые Если так честно Сказать Могли бы просто Пожинать плоды Наслаждаться И жить В лучах Славы Деда Они Этого не делают А Просто работают Очень серьезно И очень Последовательно Что тоже Архив Который у них есть Картотека Которая у них есть Это знаете Не у каждого музея есть Это в таком порядке Так я скажу Как старая музейная крыса Это огромное привилегие Я должна сказать Да Это огромное привилегие Заниматься этим делом Оценивать работы Пытаться Быть максимально объективными И конечно же Когда мы видим новую работу Это очень эмоциональный процесс Мы очень вовлечены эмоционально Каждый раз Но мы всегда пытаемся Найти объективные критерии Принять объективное решение Является ли работа Поступившая к нам на оценку Оригиналом или нет А эмоции необходимо отбросить в сторону И не важно здесь Являемся ли вы внучками художника или нет Мы должны быть максимально объективными И вот именно этого мы пытаемся и придерживаться И очень часто Это огромные усилия Это множество встреч Поскольку не всегда решение принять просто Проще определить оригинал Это сделать проще, чем отклонить работу Нужно найти правильные причины Поскольку очень часто все заканчивается в суде Нужно быть на 200% уверенными в своей решении Поскольку, с другой стороны, конечно же, юристы, владельцы картины Тех, кто действительно хочет признание аутентичности своей картины Они вкладывают огромное количество усилий И они очень терпеливые Но не знают, что я еще более терпеливая Нам нужно собраться всем И, конечно же, собрать все наши аргументы За или против Либо отвергнуть, либо принять аутентичности работы Все это возможно благодаря сотрудничеству с исследовательскими Командами, обсуждению, анализу Именно поэтому это занимает так много времени И одновременно нам повезло У нас обширные архивы Марка Ида Шагаль Марка Ида Шагаль Шагал и нашей мамы Этот архив Наша мама до самой смерти Была основным человеком К которому все обращались Которая всю жизнь свою посвятила Продвижению творчества Шагала Поддержки Шагала Она его консультировала Последний раз я общалась с дедушкой Несколько недель до его смерти Он сказал Она стала именно тем человеком Который понимает его Лучше всех Она действительно его понимает Но одновременно Он понимал, что свою жизнь Она не проживала Так, как должна Она любила его, возможно, даже слишком Но возвращаясь к работе комитета То, что делает Мерет Это архивы нам помогают И нам необходимо проводить Очень глубокие исследования У нас есть каталог Резанне Который необходимо поддерживать Постоянно поступают новые работы И через комитет проходят И как только работа признается Оригиналом И эта работа, о которой мы раньше ничего не знали Или мы находим упоминания Это работа где-то в архивах Это каждый раз для нас удивительно И это требует огромных усилий Вы радуетесь, что вы находитесь оригиналом еще до сих пор? Да, это волшебные моменты, магические совершенно Действительно Иногда очень маленькие винетки, черно-белые И вдруг видишь в полном цвете эту работу И это потрясающе совершенно Иногда даже не предполагаешь, какие пропорции Читая описания Это всегда Несопоставимо с тем, как ты видишь что-то вживую Это магические моменты И мы очень счастливы быть внучками И как внучки мы тоже для нас То есть с двух сторон И с личной стороны И потрясающийся И как глава комитета И как внучка Замечательные моменты Хотела просто Можно я только хотела сказать Свою огромную благодарность Василию Сергеевичу Потому что Когда он первый раз появился Вот меня нашел Мне вообще казалось, что это абсолютно нереально Ну, учитывая то, что он еще такой молодой человек Что Что Я подумала Я подумала Молодость это тот недостаток, который быстро проходит Я подумала Я его спросила Я говорю А вы понимаете вообще Вот Куда вы ввязываетесь Какой это бюджет Какая это ответственность Какие это страховые оценки Какие это предосторожности И Он сказал, что он понимает Вы знаете Вот Я должна сказать, что Это название Которое было в результате выбрано Между небом и землей Оно оказалось в каком-то смысле провиденциальным Потому что мы все время вот так вот В американских горках Потому что музею пришлось завести валютный счет Музею пришлось Вынести французскую комиссию МИСА Которая ходила и все смотрела Как у вас там с пожаром Как у вас с безопасностью и так далее Потому что иначе французские музеи не дадут свои вещи А мы понимали Что пройдя через это чистилище Музей себе открывает дорогу Действительно к серьезному партнерству И все оказалось Очень Как сказать В его руках И Это знаете Вот мне кажется Вот когда показывают Эти волны Которые вот Люди вот там На этих Досках Вот так вот Их куда-то там поглощает Мужчина Потом они выплывают Это был в общем-то Довольно часто и наш случай Потому что То одно То второе Перевод денег Несоответствие законодательств И вот он с каким-то спокойствием Дружелюбием Это все выносил И это все решал И мало того У него оказался чудесный коллектив Молодой чудесный коллектив людей Которые любят и хотят работать Вот прямо то Что писал Марк Захарович Что как он завидует молодым И как он понимает Как важно Чтобы люди работали И чтобы эта работа Им доставляла удовлетворение Я думаю Что мы сегодня с ним Очень счастливы Просто счастливы Что это состоялось А я ему еще Очень благодарна За то Что дал сделать И конечно Очень благодарна Мэри Мэрит и Белли За то Что они так помогли Спасибо за то Что вы поверили И вы в нас поверили Для нас это действительно Вот Ваша вера А то Что это получится Мы понимаем Что музей Никогда Без вашей веры Не реализовал Но вы сделали Для Нового Иерусалима Сегодня Наверное Вы сформировали Его будущее И мы Постараемся Приложить все усилия Чтобы Те направления О чем говорит Сейчас Екатерина Леонидовна Проверки Это паспорта Мы можем теперь Без проверок Получать вещи Национальных музеев Франции Лувра Арсе Да И это шаг Да Понятно Что он С запасом Да Но мы приложим Все усилия Чтобы продолжить Эту работу И я благодарен За веру А я Не хочу быть Нахальной И не скажу Ну что же В следующем году В Новом Иерусалиме Но все-таки надеюсь Но все-таки надеюсь Что мы сделаем еще Проект Может быть Завершая Наш разговор Сегодняшний Хочу поставить Дочку Наш дедушка Очень был бы рад Участию В этой выставке Ему бы это Доставило Огромное удовольствие И все участники Тут же сказали Да Все музеи Согласились Незамедлительно И увидев Поддержку Молодых людей Людей Которые По-новому Смотрят на его работы В новом пространстве С такой богатой историей Я думаю Что его бы Это очень обрадовало Я уверена Что он чувствует Это Мы можем Посмотреть на небеса И увидеть Как он Нам Улыбается С неба И я уверена Что он очень счастлив И нас это Очень мотивировало С самого начала Мы были уверены В том Что дедушке Этот проект Очень понравился Он бы его поддержал Либо мы По-другому В этом не участвовали Да Он же приезжал В Советский Союз Когда была в Советском Союзе Выставка Он сам приезжал В Советский Союз В 73-м году Да В 73-м году И Ну Я понимаю Что он был Очень вдохновлен Этой историей Тогда еще Да И эта выставка Тоже имела Для него Видимо Очень большое значение Конечно Он увидел Панно Он увидел Панно Он понял Что они живы Он их подписал В волнении Путая кириллицу И латиницу Это конечно Это было Потрясение Да И то что Здесь в России Его продолжают Любить Я уверена Что это заставляет Его улыбаться И что он счастлив Я уверена Я бы Все-таки Хотела спросить Какова все равно Сейчас судьба Я понимаю Что Из-за того Что Много чего-то Осталось в России Много во Франции И вообще Очень много Оказалось Работ Которые Про которые Ну вот Не знали Оказывается До сих пор Какова сейчас Вообще Судьба Наследия Вы знаете Все-таки Я бы не горячилась Говоря Много Они встречаются Но Иногда Бывают Действительно Чудесные Находки Вот Часть из них Как я понимаю Скоро можно будет Увидеть в Ницце Да Мирет Ну Расскажешь про это Это же было Я вспоминаю У меня До сих пор Просто мурашки Когда Открыли папку С мертвыми душами И там Просто Ну Сокровище Очень редко Возникают Работы О которых Мы раньше Ничего не знали О которых Никаких следов Не оставили Даже маленькой Фотографии Или небольшого Описания Но Как Екатерина Сказала Иногда Открываешь Папку И Находишь Что-то Что Никогда Раньше Не видел И мы нашли Очень много Эскизов Которые Дедушка Сделал Иллюстрируя Мертвые души Это предварительные Наброски И каждый раз Когда мы работали Над мертвыми душами Мы каждый раз Задавались Вопросом Как же он мог Сделать Иллюстрации Без всяких Набросков Потому что Библия Или фонтен У всех этих работ Как Екатерина Говорила Мы можем Связать Произведения С процессом Работы Художника Нельзя Процесс Отделять Как делалось Раньше На протяжении Десятилетий Когда Считалось Что Шагал Художник Который был Просто гением С такой Легкостью Утворил Никогда Никогда Не делал Никаких Предварителей Эскизов Не надо Было Никаких Предварительных Исследований Делать Он Тут же Делал Шедевр Росчерком Пера Нет Конечно Нет Он Делал Большое Количество Предварительных Эскизов Он Готовился Он Искал И это Указывает На то Что У него Не только Был свой Творческий Метод Но Определенные Темы Его Затрагивали Глубже Других Которые Его Тревожили И душу И разум На протяжении Десятилетий Как Библия Например Это Его Беспокоила Эта тема На протяжении Десятилетий В силу Этой Сложного Контекста В Германии Который Затем Перекинулся На Францию У него Была Не просто Потребность Творить На библейские Темы У него Возникла Потребность Творить И создавать Работы Которые Помогли бы Защитить Людей Защитить Человечество Заставить Людей Понять В чем Суть Человеческих Ценностей Насколько Они важнее Воли Любого Политического Диктатора Он Каждый раз Очень много Усилий Вкладывал В развитие Определенной Темы В реализацию Определенной Темы Например Хадаса И в рамках Этой Выставки Мы хотим Показать Что Каждому Шедевру Предшествуют Целые Творческие Процессы Процесс Осмысления Осознания И реализации Процесс Медленного Поиска Как будто Он Медленно Подходит К Шедевру Росписи Потолка Оперы Или К созданию Витража Этим Масштабным Проектам Он использует Массу техник Мы все Знаем Про Плафон И про Живописные Работы И даже Кто Хотел Продвинуться Знает Про Витражи Я еще В описании Прочитала Про Гобелена И вот Это особая История Я хотела бы На ней Остановиться Потому что Я думаю Что Даже Людям Которые Изучают Творчество Немного Известно Про Гобелена Что это Такое Что это За Работа Какова Их Тематика Первая Гобелена Которые Он сделал С помощью Профессионального Мастера Да Он привлек Команду Легобля Это Старинная Фабрика Вязальная Фабрика Гобелена Фабрика Которые Делали Эти Исторические Гобелены Идея Это Возникла Потому что Шагдал Всегда Любил Различные Материалы Текстуры Именно поэтому Он экспериментировал С различными Способами Выстраивания Диалога С пространством И объемом Он не мог Это сделать Самостоятельно Он не делал Эти гобелены Вручную Сам Или Он не сам Делал витражи У него Всегда Были Мастера Которые Знали Как это Делать И ему Это очень Нравилось Тогда В этом Диалоге Он действительно Мог Ощутить Этот материал Почувствовать Инструменты Что можно Сделать Руками Первые Гобелены Сделаны Этой фабрикой Легобля Они очень Красивые Но Скорее Это Репродукции Этой фабрикой Идеи Которые У него Уже Возникли До этого Которые Необходимо Было Выплеснуть Передать В таком Монументальном Масштабе Позже Он познакомился С очень Талантливой Мастером По гибелинам Ивета У которой Было Свой Отелье Она Почувствовала Его Глубину Почувствовала Глубину Его Картин У них Сложился Тандем В каком-то Смысле Она Понимала Его И пыталась Передать Его Работы Своим Средством Своим Материалом Создавая Отдельный Самостоятельный Шедевр Возможно Это Литография Которая Она Использовала Брала В основу И можно Узнать Этот образ Понятно Что это Произведение Шагала Но Она Смогла Почувствовать Душу Экстраполировать Эту душу И Сделать Из нее Самостоятельное Произведение Искусства И они Очень много лет Работали вместе У них Много лет Шел этот диалог Кроме того Она сама Окрашивала Шерсть Она все делала Самостоятельно Все процессы Делала Вручную Использила Отдельную Технику Именно поэтому Ее гобелены Такие Теплые И глубокие И такого Конечно В фабричных Гобеленах Не чувствуется Или есть Гобелен Который Выставляется В музее Шагала Почему ему Так было важно Живопись Витражи Плафон Гобелены Почему ему Так было важно Попробовать себя Везде У вас есть Какой-то Сейчас ответ На этот вопрос Вы занимаетесь Потому что он Потому что он был Как я уже сказала Человеком Которым было Интересно Жить И работать И интересно Было себя Попробовать Во всех Вот Областях Творчества Потому что Он же И стихи писал И У него Было Такое Строение Души Которое Требовало Постоянно Как бы Новых Впечатлений Хотя Вот Если можно так сказать Его азбука Живописная Которую он создал Она Как будто бы Оставалась Неизменной Но Эта азбука Перенесенная Витражи Или в мозаики Она выглядела Совершенно иначе И этому человеку Было просто Интересно жить И было просто Важно Не стоять На месте И поэтому Вот все разговоры О том Что там Поздний шагал Это бесконечные повторения Это Ничего подобного Этот человек Учился До последнего дня Своей жизни Не только Любовь к жизни Это Он пытался Обогатить Своё искусство Свою живопись Именно поэтому Он Отправлялся На эти различные Путешествия Эксперименты Пытался Работать С керамикой Со скульптурой И как только Он Понимал Извлекал Уроки Если можно так сказать Он останавливался И больше не занимался Керамикой И больше не занимался Скульптурой Например, 12 лет Он занимался Скульптурой Самое длительное сотрудничество Было как раз В производстве Ветражей Это сотрудничество С мастерской С ателье По производству Ветражей Это было что-то Исключительное У них выстроились Такие особые Отношения Такие Потрясающие Тонкие Взаимосвязи Они практически Общались без слов Они понимали Друг друга С полувзгляда Ветражи Менялись Так же Как менялась Его живопись Живопись Становилась Все более Прозрачной Можно даже Сказать Что Она вибрирует Как стекло И Это Произошло И стало Возможным За счет Исследования Этих Он не пытался Коллекционировать Различные Техники Как в 50-е Например Это интерфолитировалось Он не пытался Каталогизировать Как Пикассо Или Меру Он Постоянно Эволюционировал Он не то что Заканчивал Изучение Какой-то техники И возвращался К живописи Это происходило Каждодневно Взаимообогащающий Непрерывный процесс Диалог Между различными Техниками И за счет этого Все техники Которые он использовал Уникальны Например Его керамика Он Делает что-то Совершенно новое В керамике То же самое В скульптуре Он делает что-то Очень инновационное То же самое С витражами Он инноватор Он изменил то Каким образом Интерпретируется Архитектура С помощью своих Витражей Которые По-другому По-другому воспринимать Весь объект Не только Само произведение Искусство Начинаешь По-новому Воспринимать Все пространство В целом До самого конца Своей жизни Он постоянно возвращался К живописи Постоянно возвращался К холсту И постоянно Заново Разгадывал загадку Пигментов Каждый день Он пытался Понять Что-то новое Про пигменты Это химия Это химия У него была своя Таблица Медилеева Своя собственно Что ж Время наше К сожалению Уже истекло Спасибо вам большое Я благодарю своих гостей Екатерину Селезневу Василия Кузнецова Особенно благодарю Для меня Просто это Очень большая честь Беллу Мэр Мерет Мэр Спасибо вам большое Что вы пришли С языковым барьером Нам помогала справиться Полина Минор Спасибо вам большое Спасибо за перевод Спасибо вам большое Желаю огромного успеха Выставки Ну собственно говоря Я в нем даже В общем-то И уверена Всего доброго И до новых встреч До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам большое Субтитры сделал DimaTorzok